Здравствуй, Денис. Сегодня с тобой я, Светлана Владимировна, и мы изучаем биологию. Тема нашего урока – деление растений на группы. Открой рабочую тетрадь. В рабочей тетради запиши тему урока – деление растений на группы. Эта же тема у нас изображена на страничке 84. Итак, начинаем. Все ли растения являются живыми существами? Конечно же, потому что растения, так же, как и животные, питаются, растут, дышат, заканчиваются их жизнь, и они погибают. И, конечно, дают потомство. В лесу произрастают различные растения по высоте. Ярус – это определенный этаж, в котором произрастают различные растения. На самом нижнем ярусе у нас произрастают такие растения, которые зачастую нам с тобой даже очень плохо видны. Это мхи или шайники, затем травы, кусты и деревья – самые высокие растения. Растения бывают у нас одноклеточные, которые можно увидеть только в микроскопе, и многоклеточные. Растения бывают цветущие и нецветущие. Цветковые растения в течение довольно-таки большого времени даруют нам свою красоту, как будто бы небольшие бабочки паркают. А нецветковые растения – это те, которые мы очень часто называем низшими растениями. Они не цветут. У них есть только красивая зеленая листва. Цветковые растения необычно своеобразные. Дело в том, что часть этих растений могут любить свет и находиться всегда на самых ярких полянках. Но есть вместе с тем такие растения, которые произрастают тогда, когда в лесу полутень. Их называют теневыносливые растения. Растения бывают засухоустойчивые. Например, кавтусы. И они бывают влаголюбивые. Посмотри, пожалуйста, на этом слайде мы с тобой видим те растения, которые живут в пруду. Например, это кувшинки. Некоторые луговые растения, они очень влаголюбивые. Растения бывают теплолюбивые и холодостойкие. Теплолюбивые – это те растения, которые ты наверняка знаешь. Болгарский перец, виноград, кабачки. А вот те растения, которые мы относим к холодостойким, они встречаются у нас ранней весной в лесу. Это, как правило, мать и мачеха, примула. Также есть такое растение, которое называется дубок или хризантема. Они могут перенести и довольно-таки низкие температуры. Растения бывают дикорастущие, то есть растут без участия человека. Человек их никогда не садил. И есть те, которые мы называем культурные. Они без человека жить не могут. Культурные растения перед тобою – это те, которые мы всегда употребляем в пищу. И человек специально их разводит для этой цели. Это пшеница, клубника, свекла, смородина, малина. Царство растений состоит из большого количества классов. Мхи, водоросли, папоротники, голос семенные или покрытостеменные. Мы с тобой уже сказали, что зеленые растения очень многообразны. И многообразие их, прежде всего, будет наблюдаться на клеточном уровне. В каждой клетке зеленого растения содержится большое количество специальных органодов, которые называются хлоропласты. Именно эти хлоропласты, если мы посмотрим в микроскоп, и дают нашим растениям зеленый цвет. Растения очень многообразны. Среди них встречаются растения-гиганты. Например, цветок профлезии. Или цветок виктории регии. Посмотри, пожалуйста, на этом цветке может спокойно уместиться девочка 5-7 лет. Но есть вместе с тем и растения, которые можем также видеть только с помощью микроскопа. Или специального увеличения. Например, хламидомонада, одноклеточное растение. Или рязкое. Рязки очень много, ты можешь встретить в домашних аквариумах. Или во время цветения прудов. Встречаются растения, относящиеся к паразитам. Заразиха и Петров крест – это те, которые часто могут поселиться на другом растении. При этом полностью замедляя деятельность своего хозяина. А в некоторых случаях даже приводя его к гибели. Растения бывают разные по продолжительности жизни. Например, на этом слайде ты видишь обыкновенные астры. Которые хозяйки выращивают ранней весной. И они заканчивают свой жизненный цикл осенью. Есть двухлетние. Например, такие, как морковь. Или обыкновенная петрушка. Многолетние растения. Это, как правило, конечно же, огромное количество древесных прудов. Разнообразие растений будет наблюдаться и по месту обитания. Например, в воде проживает огромное количество водорослей. Им не нужно находиться на поверхности. Им самое главное условие – находиться в воде. Либо находиться на поверхности воды. Опять же, та же самая кувшинка, о которой я уже говорил. Ряска. Есть растения, которым необходимы очень жаркие, сухие условия. Они живут в пустынях. Например, это каптусы. Или они располагаются на болотах. Знаменитый мох. Или эти растения живут высоко в горах. На лугах. В лесах. Мы уже эту схему с тобой как-то разбирали. Мы говорили о том, что растение для природы дает огромное благо. Во-первых, растение производит большое количество кислорода и поглощает углекислый газ. Это очень важная задача. Больше никакие другие живые организмы с такой задачей не справляются. Значение растений необходимо и для большого количества животных. Они просто-напросто являются пищей. В лесах, лугах, полях, болотах проживают бесчисленное множество животных. Насекомых, птиц. То есть это та среда, где обитают животные. То есть растения являются местом обитания животных. Растения очень нужны и для нас. Они являются нашей пищей. Растения бывают лекарственные. Посмотри. Это зверобой, череда, облепиха, шалфей или душица. Все эти растения, если человек заболеет, их можно будет с большим удовольствием использовать вместо таблеток. Растения используются человека в том числе и как строительный материал. Здесь ты видишь лес срубили, очистили от веток. И затем данные деревья используют для строительства домов. Очень замечательный материал. Многие деревья являются источником для получения тепла. То есть их мы можем отправить в печку и при этом отопить свое жилье. Из деревьев мы также можем получить бумагу и всевозможные печатные изделия. Например, книги, газеты, журналы, учебники. Растения бывают разных жизненных форм. Например, древесной, кустарниковой, кустарничковой и, конечно же, травянистой. Растения могут давать нам семена. Например, голосеменные растения семена дают нам в качестве орехов. Обыкновенные семена дают нам крокусы после того, как отцвел данный цветок. Но некоторые растения дают нам не семена, а дают нам споры. И тем самым они размножаются. Перед тобой план описания растения. Он у нас есть в учебнике на 85-й странице. В этом плане описания растений мы обязательно даем общую характеристику его. Особенности внешнего вида, места обитания, как использоваться человеком для этого растения. И каковы особенности выращивания. Об этом нам, конечно же, запоминать не стоит, потому что план данный, он всегда перед нашими глазами. Итак, на этом я заканчиваю наш урок. На данном страничка 84 и 85. Я желаю тебе здоровья. Обязательно прочитай указанные мной странички. И на следующем уроке мы с тобой продолжим изучать многообразие растительного мира. На этом я с тобой прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok